МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Эрудит пятерка". АПЛОДИСМЕНТЫ -"Эрудит пятерка". Мы продолжаем нашу цепочку, которую мы так счастливо начали рождественской игрой. Ну, помните, на Рождество чудная команда Ирининской гимназии, которая находится справа на синей стороне студии, великолепно обыграла божьих коровок из прихода храма Божьей Матери скорбящих радость. Итак, синяя сторона, ирининцы. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня им противостоит команда Арины Вишневской. Мы просто так называем ирининцы против арининцев. Итак, Арина, ваша команда. АПЛОДИСМЕНТЫ Замечательно. Начинаем. Наш уникальный, наш уникальнейший телепроект под названием Рудит пятерка. Уже много-много лет в эфире, и вы привыкли, что самая первая игра это наша донетка или блеф-игра. Милана Дудова, капитан команды ирининцев. Милан, кто идет на донетку? На это сражение отправляется храбра Даша. Хорошо. Итак, Даша, готовьтесь. Арина, кого отправляете в бой? Вы? Лучше всех из нас отвечает «да» и «нет» Артем. Итак, Даша против Артема вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ У вас простая задача – просто-напросто нажать на кнопку и сказать «да» или «нет». Ну, я иногда правду говорю, а иногда лукавлю. Итак, внимание. Верите ли вы, что «стимить» по-белорусскому означает «зразумить» или «понять». Артем? АПЛОДИСМЕНТЫ Да, конечно. И первые пять очков Артем приносит своей команде. Играем дальше. Верите ли вы, что горы у нас на планете могут достигать 8 тысяч метров? Даша? Да. Да, конечно. Это же Малунгма 8800. Верите ли вы, что нефть тяжелее воды? Артем? Нет. Нет, конечно. Нефть плавает такими радужными разводами. Видели, наверное, на парковках после дождя. Играем. Куда идем мы с пятачком? Это родительный падеж? Артем? Нет. А какой? Это творительный. Умница, творительный падеж. Отлично. Ну и заканчиваем про нашу родную страну. С севера на юг наша страна. Продерженность более 700 километров. Да или нет? Даша? Да. Ну что вы. Даша, вот вы сейчас спалились. Вы явно не в нашей стране живете. 560 километров всего-навсего наша Беларусь. Небольшая страна, но красивая, милая. И все мы ее любим. Итак, Артем блестящий. Сыграл 15-5. Следующий бой, вперед! Итак, дуэль-игра. Прослушайте, пожалуйста, темы наших боев. Первый бой. Беларусь. Второй бой. Простые вопросы знают все. Третий. Птицы. Четвертый, символы, символика. И пятый, дело техники. У вас есть 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять. Вперед! Ну, начнем. Итак, Беларусь. Милана, кто лучше всех знает нашу любимую страну у вас? Про Беларусь все знает Даша. Милана, сколько у вас Даш в команде? Три Даши. Три Даши. То есть одна Милана, три Даши. Ой, господи, как мы их не перепутаем. Ариночка. А у нас про Беларусь все знает Золата. Итак, Даша против Златы. Вперед! Дашенька, это ваш второй и последний выход. Вы знаете, у нас два раза всего ходят к стойке, к микрофонной. Ну, Златочка, удачи вам. Вы первый раз у нас в игре. Поехали. Именно возле этого белорусского города когда-то предупреждали о Меле. Прошу, Злата. Гомель. Го, Мель. Это правильный ответ, Злата. Отлично. В этом веке родились народные поэты Белоруссии Янка Купала и Якуб Колос. Век. Да. 19-й. Умница! 19-й век. Отлично. Царь, баба, ангел, мужик, коза и даже медведь герои этого белорусского народного театра. Что это за театр такой? Кукольный. Ай! Не знает человек. Это Батлейка. Теперь вы это знаете. Батлейка, народный кукольный театр Белоруссии. Играем. Эту ткань называют северным шелком. Лен. Лен, великолепно. Наш белорусский Лен. Кстати, Лен у нас даже... Наш белорусский Лен это основа купюр евро. Теперь вы это знаете. Этот белорусский город получил название потому, что возле него был миновой рынок. Менялись там. Да. Это город Минск. Минск, Минск. Великолепно, Даша. 15-25. Даша максимально сократила разрыв. У нас в следующий бой. Играем. Ириенцы против Ариенцев. Итак, Милана Дудова против Арины Вишневской. Миланочка, у нас тема знают все. Простые-простые вопросы. Даже я вот краснею, отвечая на это, что у меня написано. Кто у нас все знает простое? На этот бой отправляюсь я. Хорошо. Капитан, самый простой бой себе выбрала. Арина у вас? У нас пойдет Вика. Итак, Милана против Вики. Вперед! Вика! 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 Винни-Пух и все-все-все-все. Отлично! Милана, я жду ваших ответов. Играем. Это самая большая река в Великобритании. Течет через Лондон. Что ж за река такая? Много английских рек, знаете, текут в Лондоне. Это Темза. Теперь вы это знаете. Играем дальше. Шелти, Курцхар, Мастиф, Ризеншнауцер, Пекинес, Йоркширский терьер, Восточноевропейская овчарка. Все это кто? Фальстарт, Фальстарт, Миланочка. За этим очень строго следит наш электронный судья. Да? Собаки. Это собаки, вы правы. Весь мир растений у нас зеленый. Так вот, зеленый цвет всем растениям придает этот пигмент. По-научному, как он называется? Зеленый. Хлорофилл. Уже проходили, я знаю. Я читал вашу программу. Хлорофилл, хлорофилл и еще раз хлорофилл. Ориенцы разошлись. 40-15 в их пользу. Милана я жду. Сильные игры. Вперед играем. Следующий бой. Итак, Милана, Арина полетели, потому что у нас тема птицы. Кто у нас ворон считает, Миланочка? У нас ворон считает Даша. Думаю, считает на ворон в переносном смысле, а так она сильный игрок. Арина. Я ворон считаю редко и пойду я. Хорошо. Итак, Даша против Арины. Вперед. Арина. Итак, не считайте ворон. Мы играем тему птицы. Поехали. В одной из басен Крылова эта птица лишилась очень вкусного завтрака. Ворона. Ворона, да. Лисица у нее выманила кусочек сыра. Играем. Эту птицу помещали на флюкере как символ бдительности. Что же за птица такая? Петух. Отлично. Не зря у Пушкина петушок сидел на спице и говорил царю Ладону, кирику-ку, царствуй лежа на боку. Играем. Маленькая птичка Тари чистила зубы этому страшному хищнику. Крокодил. С ума сойти, Арина. Вы читали Киплинга? Да. Потрясающе. Великолепно. Даша, я в вас верю. Играем. Так называют людей, которые любят рано ложиться и рано вставать. Вот есть такие совы, которые спят долго. А я вот рано встаю, рано ложусь. Не, не знает такую птичку. Да. Петухи? Спасибо, Ариночка. Спасибо, милая. Есть такая птичка, она летает. Тир-тир-тир-тир весной. Ну, как называют рано встающих людей? Нет? Даша? Жаворонки мы. Жаворонки. Еще раз жаворонки. Теперь вы это знаете. Играем. Эту русскую сказочную героиню иностранцы называют птица огня. Жар птиц. Великолепно. Жар птиц, конечно. Арина, вы блестяще сыграли. Но Даша тоже вот не промахнулась. 55-20. Ориенцы лидируют. Вперед, играем. Итак, внимание, Милана. Символы кто знает? На символы пойдет Даша. Да, еще одна Даша. Хорошо. Арина, у вас? У нас на символы пойдет Артем. Итак, Даша против Артема. Вперед! Артем! 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 Второй и последний выход Артема. Итак, играем. Символы. Это лошадиная принадлежность, символ удачи. Да. Подкова. Прекрасно. Этот символ города Рио-де-Жанейро стоит на горе Корковадо. Да. Статуя Победы. Победы? В Рио-де-Жанейро. Может, поправитесь, Даша? Вот, стоит такая вот. Кто там такой стоит красивый? В Рио-де-Жанейро были? Не были, но видели. Понятно. Артем? Статуя Свободы. Понятно. В Рио-де-Жанейро. Нет, это в Нью-Йорке. На самом деле в Рио-де-Жанейро стоит статуя Христа Искупителя. Теперь вы это знаете. Продолжаем. Столько зубцов у символа Украины. Три зубца. Да. Три. С ума сойти! Три, конечно же. Этот зверек у канадцев. Символ трудолюбия. Ну, плотины строит мужик. Бобер. Значит, бобр, правильно. Значит, ну, бобер тоже можно принимать. Отлично. Итак, символ нашего любимого города, который даже есть на нашем лазурном гербе, это замечательное животное. Рысь. Прекрасно. Прекрасно. Великолепно. Рысь, конечно же. 75. Ариенцы. Ириенцы. Что с вами случилось? 20 очков всего. Вперед играем дальше. Итак, внимание. Пятый бой. Дело техники. Бой и вопросы про разную технику. Бытовую, небытовую и другую остальную. Милана, кто у вас техник такой супер? Технику любит Кирилл. Прекрасно. Арина. У нас о технике все знает Влад. Итак, Кирилл против Влада. Вперед. Кирилл, я помню вас на рождественской игре. Это было что-то потрясающее. Это великолепие. Это супер знание. Прямо человек, подключенный к интернету прямо здесь. Играем. Итак, дело техники. Темпера, масло, постель, гуашь, карандаш. Названными техниками пользуются эти творческие люди. Художники. Молодец. Хорошо. Продолжаем. Это неземное средство передвижения изобрели американцы братья Райт. Самолеты. Да, самолеты они придумали. Кирилл, что с вами? Играем. Без него нельзя представить автомобиль. А вот от стыки и инки так его и не изобрели. Да. Колесо. Великолепно. Утюг, телевизор, микроволновка. Это такая техника. Бытовая. Бытовая техника. Отлично. А вот с этой огненной техникой во время праздников нужно обращаться с осторожностью. Пиротехника. Пиротехника. Зачет. Прежде чем поджечь петарду, лучше отбежать метров на 15 сторонку. Кирилл взял всего 5 очков. Ну а наш Влад. Так серьезно. Отлично отыграл. 95-25. Команда Арины Вишневской впереди. Ириенцы почему-то вот пропускают их вперед. Милана. Я думаю на тест игре на нашем скоростном централизованном тестировании у вас будет больше шансов. Кого отправляете в бой? Исподать удачу пойдет Везучая Даша. Везучая Даша. Это ее фамилия. Я понимаю. Арина у вас? Влад. Влад. Великолепно. Итак, Везучая Даша против Влада. Вперед. Даша. Влад у нас мужик серьезный. Вам нужно ответить А, Б или С. Играем. Хищников еще называют. А. Терапевтами травоядных. Б. Врачами природы. С. Санитарами леса. А. Нет, не терапевт травоядных. Даша Везучая. Остались врачи природы и санитары леса. С. С. Санитары леса. Конечно, пятечком в подборе. Играем. Итак, хлопья геркулес делают из А овса, Б ячменя, С кукурузы. Ну, смирее. А. Хорошо, великолепно. Это овес, конечно же. Овсяные хлопья. Играем дальше. Белорусские болота называют фабриками по производству. А. Нефти. Б. Торфа. С. Глины. Торфа. Торфа. Прекрасно. Хорошо. Играем дальше. Старик и старуха в сказке Пушкина жили А. в избе, Б. в хате, С. в землянке. В землянке. В землянке, конечно же. Играем. Человек буквально через несколько минут умрет. А. Без еды, Б. Без воды и С. Без воздуха. Без воздуха. Без воздуха, конечно же. 125 у команды Арины Вишневской, всего 40 у наших замечательных ириинцев. Ну что ж, может на картиночной игре, на слайд-игре мы поднимемся. Слайд-игра, вперед! Милана, на слайд-игру нужно сильного игрока, который знает всех сказочных героев. Кто это? Много всего видела наша путешественница Даша. Даша-путешественница против... Сказочных героев хорошо узнает Вика. Итак, Даша-путешественница против Вики Домоседки. Вперед! Ничего жать не нужно. Мы начинаем с выигрывающей команды. И главное правильно смотреть на экран, правильно видеть буковку и отвечать правильно. Итак, начнем. Вика, первая буква. Имя девочки. Алиса. Алиса, да. Это Алиса Кэролла, плюс 15. Дашенька, прошу вас, буква Б. Алиса. Бармалей. Отлично! Вика, играем с вами. Буква В. Как зовут маленького мальчика? В тридевятом царстве. Не помните? Не. А имя знаменитое. Может быть, Даша знает? Я знаю. Ваня. Ваня. Нет, не Ваня. Ну? Не знаю. Вовка в тридевятом царстве. Теперь вы это знаете. Замечательный мультик. Играем с вами, Даша. Буква Г. Гуси-лебеди. Гуси-лебеди, конечно же, да. Вика, играем с вами. Буква Д. Ну? Не узнали? Дорога. Все? Ну? Дорога в изумрудный город. А из чего она? Из золота. Из золота? Ой, нет, не могу принять. Может, вы, Даша, знаете? Дорога из чего? Йеллоу Брик Роад. Дорога из желтого кирпича. Золото тут, да, она, конечно, ведет в изумрудный город, но она называется «Дорога из желтого кирпича». Извините, Вик, приять не могу. Даша, играем с вами. По щучьему верению, по моему хотенью. Ну, не королевич, а лисея это точно. Три, две, одна. Вика. Это Емеля. Это Емеля, действующая в лоборе. Отлично. Вика, с вами играем. Вот белорусская сказка, как зовут ребенка, которого плохая лиса засовывает в печку. На лопате, на букву «Ж» его зовут. Не знаете? Может, вы знаете, Даша? Девочку зовут. Как зовут девочку, да, на букву «Ж»? Женя. Женя. Нет, Женя это цветик-семицветик. А белорусская сказка про жихарку. Теперь вы это знаете. Даша, играем с вами. Как зовут ту печальную царевну, которой жить приходится в неволе? Нам, царевнам, жить приходится в неволе. Пропадают молодые годы зря. Да, Дашенька. Понятно. Вика? Злата. Злата. Нет, злата это самый лучший игрок вашей команды. А царевну зовут Забава. Теперь вы это знаете. Вика, играем с вами. Ослика. Ослик и «А», конечно же. Даша, порадуйте меня правильным ответом на букву «К». Это Кузя. Да, моя Кузя прекрасная. Итак, Даша, 85 очков. Это ваше достижение. Вика, 165. Вы команду вытащили так далеко, что самому лучшему игроку ирининцев придется вас догонять в риск игре. Риск игра, вперед! Итак, риск игра. Ирининцы. Самый сильный, самый умный, самый серьезный супер игрок. Кто это? Добыть очки для команды пойдет наш единственный мужчина, Кирилл. Мужик. Отлично. Арина, кто у вас мужик? Попробую достать еще очков. Я. Хорошо. Итак, Кирилл против Арины. Вперед! Арина, давай! Прекрасно. Кирилл у нас в Иринской гимназии. Арина, вы откуда? Из 71-й гимназии. А ваши игроки? Из 51-й гимназии. Прекрасно. Вот так, сборная. 51-71. Ну, а Иринцы, наша нововереца родная, не посрамите. Вперед, риск игра. Беларусь. Самый большой национальный парк Беларуси называется... Самый большой, там Дед Мороз еще живет. Да. Беловежская пуща. Прекрасно. Плюс 20 очков. Плюс 20 очков. Знают все, у снежинки, снежинки, обыкновенные снежинки, именно столько лучей. Шесть. Арина, вы считали? Нет, я знаю. Просто знают. Великолепно, это правильный ответ. Птицы в песнях и стихах их называют стальными птицами. Самолеты. Арина, вы блестяще играете, да, самолеты? Символы. Змея, которая обвивает чашу, символ этой профессии. Врач. Врач, конечно, медицина. Кирилл, вы делаете все, что можете. Почти Алина Трубчик в свое время, которая брала 100 на этой теме из Светлогорска. Замечательная была девушка. Итак, продолжаем. Дело техники. IT. IT. Очень модно. Это какая техника? Компьютерная. Да, IT и информационная технология. Кирилл, вы для команды сделали столько, сколько не сделал для этой игры я сегодня. Итак, Кирилл, вы потрясающе играли. 145. У вас Арина. Дайте я вам руку поцелую. 205. Великолепно. Великолепно. Традиционные сувениры и подарки от телерадио компании «Говель» победившей команде. 205 команда Арины Вишневской. Сборная 71 и 51 гимназий. Ариночка, вы думаете, на этом ваши приключения закончились? Да ничего подобного. На следующей игре вам будет противостоять суперкоманда из Светлогорска, из Центра Творчества Ювента. Готовьтесь, трепещите. Ну, а я просто напоминаю, иринцы, я уверен, что вы не последний раз у нас на игре. Я вас очень люблю. Вы классная команда. Самое главное, самое главное, помните, иринцы. Смотрим нашу эрудий пятерку, а получаем десятки. Играем. Вперед. Вперед.